Привет, народ! С вами снова я, Евгений Пугач из Израиля, и, как всегда, Илья Левин. Привет, Илья! Добрый вечер! Как всегда, рад видеть тебя. Как всегда, рад приветствовать всех, кто нас слушает. Хочу, кстати, сразу напомнить, что служба Сумбай, а вот лайк поставить нашему каналу никогда не мешает. Это всегда даже очень во время. Большое-пребольшое спасибо. Ну, смотри, все-таки, понимаешь, работа, она предполагает какую-то благодарность. И поэтому лайк за то, что понравилось, или даже не понравилось, но зацепило, оно всегда полезно. Я с тобой согласен на 100%. Просто смотри, допустим, я как блогер, который снимающий, активный, хотя я не позиционирую себя как блогер. Слово совсем, потому что я человек, который у вас время, и он любит, скажем так, заниматься этим делом. Лайки и комментарии для меня, к примеру, это не какой-то, скажем так, стимул для следующих видео. Это просто некая оценка. Даже дизлайки, это тоже хорошо, но в данном ролике мы будем говорить не о лайках, а дизлайках, о самовыражении и прочее. Мы будем говорить, а кто же такие Бенгвиры смотришь? Стоит ли их бояться или нет? Да, кстати, тема действительно интересная. Почему? Потому что то, что я, даже сидя здесь в Израиле, читаю о том, что это за страшные звери, ты знаешь, иногда просто диву даешься. Вроде бы люди нормальные, но любят напугать не только себя, но еще кого-то. И поэтому у нас смеются сейчас, что у нас во всех социальных сетях плащи Ярославные. О чем плачет Ярославная? О том, что скоро конец света, и плачут об этом все наши прогрессивные левые силы. Можно подумать, что всю жизнь они жили только при левых правительствах. А вот сейчас вдруг появились такие страшные ребята. И вот поэтому давайте начнем с того, что... Прежде чем мы с тобой будем обсуждать это, у меня такое ощущение, это лично мое. Знаешь, как в том анекдоте, мотоцикл продал, а привычка осталась. То есть выборы уже прошли, все эти дебаты уже у нас прогремели. Но реакция-то есть, и их почему-то боятся. Смотри, давай начнем с того, что я вот попытался суммировать то, чего боятся люди сегодня. Скажем так, левая настроенная или либералы наши. И составил себе такой небольшой список. Они в первую очередь кричат о том, что у нас сейчас будет теократическое государство, отмена израильского гражданства у всех тех, кто не еврей по Галаке, о массовых депортациях, о насильном перевоспитании геев, увольнении женщин из управления. Ты знаешь, у меня иногда от всего этого бреда просто волосы дыбом встают. И, по крайней мере, где-то с 2017 года я такого больше не слышал. То есть это вот только сейчас это проявилось. Можно было бы посмеяться над этим. Почему? Потому что религиозная партия у нас, в принципе, практически всегда, за исключением последних полутора лет, были, если не в коалиции, то, по крайней мере, всегда поддерживали власть имущих. И хотелось бы напомнить, что нынешнее правительство, нынешнее, которое будет создано, привел к власти правоизбиратель. А как показывает практика, правое во всем, что касается демократических свобод, намного более либеральное, чем левое, которое очень любит зажимать гайки. Да, гораздо согласен. И от этого никуда не денешься. И поэтому я хотел бы напомнить несколько базовых вещей. Первое – это то, что мы живем в еврейском государстве. И соблюдение шабата в этом государстве, хотим мы или не хотим, является практически государственной нормой. Хотя она и не соблюдается, как и практически все законы в нашей стране. К сожалению. Но вот хотелось бы отметить, чего люди хотят. Вот чего люди хотят именно от того же Бен Гвина и Смотрища. Они хотят, чтобы те же религиозные, хотят, чтобы все-таки шабат соблюдали хотя бы в какой-то мере или соблюдали статус-кво, не пытаясь его нарушить. Солдаты, кстати, которых очень много проголосовало за того же Бен Гвина и Смотрища, хотят, чтобы вернули такое понятие, как сдерживающая сила армии, чтобы в конце концов из солдат перестали делать мишени для арабских мальчишек, которые бросают камни, которые убивают не меньше, чем пули. И в конце концов армия хочет элементарного наведения порядка и очень надеется в этом на этих ребят. Потом все-таки, скажем так, из всех тех, кем так очень сильно пугают, есть только партия НОАМ. Мы знаем, что религиозный сионизм состоит из трех партий. Так вот та самая партия НОАМ, которая больше всего говорит о том, что мы сейчас всех загоним и забьем, она в данном случае представлена только одним депутатом. Только одним. Поэтому все могут успокоиться, и я думаю, что это далеко не самое страшное. И я еще хочу сказать одну простую вещь, что практика показывает, что люди, которые кричат, что мы после выборов уедем от того, что выборы были не так, как мы хотели, практика показывает, что чаще всего они никуда не уезжают. И все успокаиваются, эмоции проходят, и все становится спокойно. Поэтому я хочу сказать, что если в предыдущем правительстве экстремисты у нас были слева, то есть арабские партии представляли и люди, которые откровенно поддерживали терроризм против государства Израиля. Те, которые приходили на бомбары, на карабах, ну, к террористам, извиняюсь, и поддерживали их, это же вообще бредятина. То есть, а сегодня это, скажем так, есть небольшой уклон вправо, поэтому, честно говоря, никакого страха я в этом не вижу. И поэтому давайте начнем с того, что... Мотоцикл продал, привычка осталась. А, ну вот. Давай теперь с Этамара Бенгвира начнем. Этамар Бенгвир, кстати... В прошлом. Кстати, Этамар Бенгвир, он опубликовал пост в Исраиле Йом. Мы знаем, что это газета, которую называли Бибитоном, а потом после переворота она стала писать о нем не все самое лучшее. И вот он записал такое обращение, что, господа, все мои друзья, и слева, и справа, мы все братья, мы все любим эту страну, мы любим ее одинаково, просто пути решения основных проблем у нас мы видим по-разному. Кто-то видит это... В прошлых видео с тобой. Совершенно верно. Он сказал одну вещь, что никакого религиозного диктата не будет. Почему? Потому что насильно, насильно, мил не будешь, и нельзя силой заставить людей верить. Тот, кто верит, тот верит. Кто не верит, никто его заставлять не будет. И кроме этого, по нашим еврейским законам, ты не можешь человека то есть принудительно его вернуть к религии? То есть это запрещено? Совершенно верно. То, что касается права геев, он сказал, что да, ему это не нравится, но в то же время никто не собирается запрещать никакие гей-парады, и даже там, где их будут проводить, полиция, даже если он будет ей командовать, все равно будет защищать всех до последнего гражданина. Гражданские права и свободы, они остаются гражданскими правами и свободами, и никто на них не покушается. О том, что его обвиняли в проблемах, которые он делал в свое время, во времена, как говорят, Рабина, он говорит, ребята, мы все становимся взрослее, я тоже повозрослел, поэтому успокойтесь, мы все успокаиваемся с возрастом, и все нормально. Об отношении к арабскому обществу, он сказал, что у него есть только одна проблема, это проблема, мы не будем мириться с этим валом убийств и преступлений, которые идут в арабское общение. И, кстати, сами арабы просят и кричат «Гиваут! Спасите и наведите у нас порядок!» Поэтому здесь я не вижу ничего нового. Даже очень большое количество ребят из арабского сектора проголосовало именно за АТЭТ, за смотрящего Ингвира, потому что они хотят, чтобы у них не имели порядок. Поэтому, скажем так, давайте скажем, что все те, кто чемоданы с антресолей достал, их протер тряпочкой, можете сейчас аккуратно их на антресоле положить. И давайте теперь вернемся непосредственно к личности самого Бенгвира. Есть такой маленький нюанс для многих израильтян, которые об этом не знают, что начнем с того, что Бенгвир женат на Айале Немроди и является, на секундочку, родственником самого господина Немроди, который владелец нашей газеты «Маариф». И я думаю, что это немножко успокоит всех наших левонастроенных, либерально настроенных друзей. Почему? Потому что, ну, скажем так, по крайней мере, человек, представляющий истеблешмель. Ни много, ни мало. Кстати, скажу сразу, что Бенгвир, он поселенец и живет в Хевроне. Да, он живет в Хевроне. Это сосед. Да, это сосед. Поэтому с ним все нормально. Хочу сказать еще одно. Я вырос там. Это моя стихия. Я там знаю практически всех тех, кто жили тогда в мое время. И вот это один из них. Хочу сказать еще одно, что Бенгвир, он адвокат. Он получил образование юридическое в колледже в Кириатону. И прославился тем, что он в рядах организации «Реговим» защищал интересы всех тех, кто, ну, скажем так, кого называют правонастроенными радикалами. Я все пытаюсь подобрать какое-нибудь такое более правильное примечание. Но в данном случае Бенгвир, мне кажется, так как я его вижу, я слышал его речь, посвященная экономике. Ты знаешь, говорил очень разумные вещи, очень спокойные. По принципу, что, ребята, давайте не будем раскачивать лодку, потому что нам здесь жить. Это главный принцип. Что еще можно сказать о Бенгвире? Он не служил в армии. Я сразу говорю, чтобы потом не было лишних вопросов. Он не служил в армии. Почему? Потому что из-за того, что у него было три судимости, его не взяли в армию. Более того, из-за этих же судимостей, когда ему нужно было получать диплом юриста, ему сказали, что пока ты не урегулируешь все свои юридические проблемы, мы тебе диплом юриста не дадим. И надо отдать ему должное. Он отбился от всего. Его признали невиновным. Я повторяю еще раз. Его признали невиновным во всех этих делах. И он получил юридическую лицензию. И с тех пор благополучно занимается юридической практикой. Причем не ради зарабатывания денег, а для того, чтобы защищать людей. Еще одно такое небольшое замечание. У меня спрашивали во время нескольких передач на Девятом канале, у меня спрашивали, а почему люди голосуют за Бен Гвира? И был такой интересный, я провел своего рода небольшой опрос, опрашивая солдат, опрашивая студентов, опрашивая людей на заводе, на котором я работаю. Ребята, как вы относитесь к Бен Гвиру и почему он? И практически всегда совпадал ответ. Люди говорили, что он настоящий. То есть он вот такой, как он есть. Он не тот человек, который надевает на себя маску. Политика левого, правого, среднего, не пришей кобыле хвост и тому подобное. Он настоящий. Он какой есть, таким мы его и видим. Теперь еще один момент. У Бен Гвира есть на сегодняшний день только одна, на мой взгляд, проблема, большая. Это то, что он хочет занять пост министра внутренней безопасности. Пост министра внутренней безопасности предполагает, что надо иметь не только много мандатов, надо еще быть своим в этой системе. А вот эта система как раз-таки не очень настроена на то, чтобы Бен Гвир к ним пришел. Хотя, с другой стороны, я все время вспоминаю, помнишь, в детстве мы играли в полицейские и воры? И менялись по ходу дела. Сегодня ты полицейский, а я вор, а завтра наоборот. Так вот я подумал, что Бен Гвир, зная, как работает полиция, может быть, действительно окажется тем человеком, который сможет навести порядок. Почему? Потому что... Зная то, что он творит, и выходки его, да, грубо говоря, выходки в кавычках, я думаю, что он может навести, по крайней мере, по крайней мере, шороха навести он может еще больше. И это даже нам на руку, скорее всего. И те, скажем так, кого он хочет защитить. Кстати, Бен Гвир, еще один такой момент, он выходит из Ирака. Он выходит из Ирака. из, скажем так, интеллигентной семьи. Поэтому я думаю, что все наши друзья могут просто элементарно успокоиться. Я почему не хочу так вникать в образ Бен Гвира? Почему? Потому что я посмотрел, что такое количество запросов, которое было сегодня, вчера, и последнее, примерно последний месяц, по поводу Бен Гвира, уже зашкаливает. То есть, такое огромное количество людей просто посмотрело, что это, ну, уже, скажем, лишнее говорить проще. Кстати, я извиняюсь, для тех, кто не знает, если вы хотите проверить запросы, скажем так, в том же самом Гугле или же Ютюбе, количество запросов, вы можете открыть Google, написать Google Trends, тренду Google, выбираете страну и запрос. Он вам показывает, как этот запрос, он увеличивался, уменьшался, и вы можете сравнивать, дам пример, можете писать там Бен Гвир и Либерман, к примеру, да, и вы увидите шкалу, сколько кого искали, когда и количество. Вот, кстати, мне, например, гораздо более интересен, Бен Гвир очень понятен. То есть, с ним вопросов не возникает, больше вопросов возникает с бицелелем Смотрищем. И, кстати, такая пикантная вещь, корни бицелеля Смотрища уходят на Украину. Да. И есть такое небольшое местечко, которое когда-то было еврейским штатом, то есть, еврейским местечком, которое так и называется Смотрищи. Вот красиво. Вот эта вот фамилия Смотрищ, это именно тот вариант, когда люди получили фамилию по местности. Это такие, как Разумовские, которые принадлежали графям Разумовским. Это такие, как Белоцерковские, которые жили возле Белой Церкви. То есть, вот это вот этот вот вариант, чисто классический вариант украинских и белорусских евреев. Поэтому, смотришь оттуда, я сразу предупреждаю, что вот пускай теперь украинцы радуются тому, что их представитель сейчас войдет в наше правительство. Так, вот, кстати, я специально здесь открыл себе несколько листочков. Кто у нас такой, Бицелель Смотрищ? Скажи, пожалуйста, пока не слышишь вот эти данные твои, когда ты приходишь на прямые эфиры в том же самом девятом канале, тебе дают время на это или нет? Смотри, на самом деле я хочу тебе сказать, что разница между, вот, кстати, чтобы не забыть, завтра с 7 до 8 я буду на девятом канале, поэтому можно увидеть. Но тут есть один очень интересный нюанс, мы уже с тобой говорили на эту тему, работать с тобой намного более проще, по-домашнему. По-домашнему, почему? Потому что мы садимся и начинаем между собой разговаривать. Одну секунду, одну секунду, это важно. Работать со мной, это не значит, что ты мне платишь деньги или я тебе. Это обязательно, обязательно, а то, значит, злые языки, они есть. Нет, нет, скажем так, у нас дружба, не более того. Кстати, на девятом канале тоже не платят ни копейки, поэтому это все нормально. Единственное, что если с тобой мы работаем, я со своего дома, ты со своего дома, то на девятку нужно ехать в Новый Илан, тоже не близкий свет. Так вот, завтра с 7 до 8 я буду на девятке, кто захочет на меня посмотреть, пожалуйста, подключайтесь. И я хочу сказать, что там работать намного более жестче. Жестче. Почему? Потому что ты часто сидишь в студии, ты сидишь не так, как ты хочешь, а так, чтобы ты выглядел более-менее прилично на экране. Плюс мне, например, надо живот спрятать. Это здесь хорошо, его не видно, да, а там очень даже красиво видно. И еще одно, если здесь мы с тобой говорим спокойно, то там нужно думать над каждым словом. Почему над каждым словом? Потому что там в студии обычно находятся представители четырех разных партий. И просто для того, чтобы никого не обидеть, потому что ну, это все-таки, понимаешь, должна быть нормальная атмосфера, даже когда вы видите, что в студии вроде бы все махают руками, машут руками и громко кричат, на самом деле это больше для того, чтобы создать экшен в студии. На самом деле основная масса людей, за редким исключением, это там люди сидят нормальные, обменяемые тоже и все нормально. Так вот, кстати, про Бицелеля Смотрища. Все знают, что он уже был министром в правительстве предыдущем, не в которое сейчас ушло, а в том, которое было. он занимался там транспортом и безопасностью на дорогах. Кстати, утверждают, что очень даже неплохо занимался. Смотри, это первый министр, на моей памяти, по крайней мере, который дал свой номер телефона народу и каждый мог ему писать о проблемах и он их решал. Да, надо отдать должное, что он действительно, несмотря на то, что у него, скажем так, его периодически заносят высказывания, но как министр, он, на мой взгляд, тоже был очень на высоте. Также он воссоздал и возглавляет такую организацию, которая называется Регавим. Регавим – это организация, которая отслеживает то, как у нас воруют землю. Кто у нас ворует землю, чаще всего ни для кого не секрет, что палестинская автономия с помощью Европейского Союза, который выделяет на эти цели огромнейшие деньги, постоянно пытается незаконно строить на территориях, которые находятся под израильским контролем. В данном случае, когда мы говорим об Иудее и Самарии, и мне каждый раз смешно, когда люди задают вопрос, Иудея и Самария, это ваши земли? Нет, не наши, французов. Это Иудея и Самария, ребята. Ну да. Иудея и Самария, это говорить даже не о чем. И вот там идет очень сильное незаконное строительство, бесконтрольное. И деньги на это выделяет, я еще раз повторю, Европейский Союз, ни меньше, ни больше. И вот они подают, эта организация им подает иски и пытается останавливать вот это вот строительство. Им тяжело, но они работают, и я хочу вам сказать, что они защищают нас с вами, они защищают земли, которые останутся нашим детям, никому-нибудь другому. Вот, родился он в Машаве Хоспин, это на голландских высотах, рос в поселении Бейт-Эль, то есть понимаете, что он поселенец, во время, помните, когда были, что? Недалеко около Иерусалима, ну и так же, и от самой Ромауы. Да, вы помните, что когда было размежевание, он очень активно протестовал против размежевания, был арестован и три недели сидел в тюрьме. То есть это, кстати, если мы обратим внимание, то Исмотрищи Бен Гвир, это новое поколение израильских политиков, которое до того, как дойти в Кнессет, зайти в Кнессет, ну, скажем так, достаточно сильно пыталось протестовать против нынешней системы. Секунду, я сделаю небольшую перебивку по поводу размежевания. Поскольку я дебильнулся с нашей армией больше, чем семь лет тому назад, я теперь могу это рассказать. И если ты видел по телевизору трансляции, как это происходило, ты мог видеть, что там присутствовала пожарная машина города Тель-Авива, которая поливала людей. Так? На самом деле на их месте должен был быть я. Я в то время служил пожарным, был водителем пожарной машины, а также охраим Мишмерет в пожарной авиационной станции. И мне поступил приказ поехать на размежевание. Теперь мой командир прекрасно знал, откуда я и знал мои желания. Он говорит, смотри, я тебя понимаю, но ты меня услышь. Я говорю, я тебя слушаю. Потому что чувак, он был не глупый, и он знал, что я тоже прекрасно могу между строк читать. Он говорит очень простую вещь. Мне важно, чтобы ты выехал из базы. Что будет дальше, меня не интересует. Я говорю, спасибо, я тебя понял. Теперь каждый нормальный водитель, который умеет следить за машиной, он также прекрасно понимает, как ее убить окончательно и быстро. В принципе. Что в принципе я сделал? Я выехал из базы Црифиин, встал на воротах Яфо, сделал некую манипуляцию, прогазовался хорошо, отъехал метров 200 и все, движок сдох. Я звоню командиру говорю, ой, беда, я доехать не могу, у меня машина сдохла, а шо, как, почему, не знаю, не заводится. И вот поэтому позвали туда ребята из Тель-Авива и это должен был делать я, кстати. Это так о птичках, ты можешь продолжить. Кстати, хочу еще сказать, что я был там тогда, может быть, уже многие забыли это имя, Юра Штерн. Я его знал лично и знаю, где он похоронен, знаю. Так вот, Юра Штерн, который на самом деле является основателем партии Средбайтейну, которую он потом привел на наше общее горе Викдора Либермана, вот Юра Штерн тогда скомандовал и мы все туда поехали и стояли цепью, не очень долго удержались, но по крайней мере совесть у нас было чисто, что мы там были. Так вот, когда было это самое размежевание, он три месяца отсидел в тюрьме, чтобы я не повторялся, он был арестован шабаком, еврейским отделом шабака, который у нас занимается всеми теми евреями, которые протестуют против тех или иных действий и является самым большим отделом шабака, на всякий случай, чтобы люди понимали. Бицеллер Смотрич очень неординарный человек в том плане, что он очень часто говорил, по крайней мере, пока не набрался политического опыта, то, о чем думал. Вот я, например, помню, что когда организовывались первые гей-парады, он предложил организовывать парад зверей. Хотя я все время думаю, почему если геям можно, зверей выводить на парад нельзя. Ну, он потом, кстати, извинился за все это дело, сказал, что каждый имеет право на то, что он, на то, что справа и на то, что слева. Это уже, как говорится, его вещи, которые он после этого отказался от них. Но вот его призыв о том, что он предлагал стрелять, открывать огонь по тем людям, которые бросают камни по гражданским машинам, на мой взгляд, совершенно справедливое требование. Почему? Потому что камень, как мы знаем из практики, убивает не меньше, даже, мне кажется, ранений получает намного больше, чем от применения огнестрельного оружия. Я тут могу привести опыт, потому что я там жил, в меня кидали камни не один раз. Меня стреляли, у меня был один, я не могу сказать, что это друг, но я его знал довольно неплохо. Он ехал по дороге номер 60 из Киротарба в сторону Иерусалима с новорожденным ребенком. Кинули камень, попали ему в тело, он не справился с управлением, ушел в кувет, он и ребенок поделал. То есть это очень страшная вещь. Ну вот, то есть в данном случае мы видим, что на мой взгляд тот же Бицарель Сбатрич и Бен Гвир ну я бы сказал бы так, что если мы проводим линию по центру нашего политического спектра, то мы сейчас видели, как у нас у власти находились лево настроенные депутаты Кнессета, сейчас мы увидим право настроенных депутатов Кнессета, но опять-таки я подчеркиваю, у нас есть центр, у нас есть лево и право, то есть я хочу сказать всем тем, кто нас слушает, что не надо бояться того, что произошло. Произошел совершенно демократический процесс, люди выбрали от центра вправо, поэтому очень хочется надеяться, что эти ребята, как более вменяемые, чем те, которые были слева, сумеют четыре года продержаться у власти или, по крайней мере, достаточный срок для того, чтобы мы немножко отдохнули от этих выборов, потому что мы все уже устали, и страна требует все-таки наведения какого-то порядка и в экономике, и в той волне подорожаний, которое мы сейчас видим, это, понимаете, вот такой смешной вариант, вроде бы переходный период, еще то правительство не ушло, это не зашло, но мы видим, как то, что я бы назвал бы ценовым сговором, когда тот же министр финансов наш пытался договориться с большими сетями продуктовыми на то, что никаких подорожаний до выборов, все после выборов, а сейчас мы все видим, как идет эта волна, как поднимаются цены на воду, бензин должны поднять сейчас, да, как поднимаются цены на все в магазинах, ну, все, извините меня, вот это, мне кажется, это то, что должно дать понять народу, что, ребята, давайте верим страну более вменяемым политикам и посмотрим, что из этого получится, вот у меня все. Я еще, что могу сказать, это лично от меня, да, еще раз, это не призыв к действию или к без действия, каждый решает за себя, но я бы лично не голосовал бы в будущем за политика, который говорит так, до выборов ничего не меняем, а после пусть хата горит. Я против таких подходов, это лично мое мнение. Совершенно верно, ты прав. Окей, на этом мы закончим, я надеюсь, мы успокоили наших зрителей и подписчиков, а смотрите следующую серию будет еще более интересно. Спасибо, Илья. Давай.